так ребята без паники все на месте никто ничего отменять не собирается уже смотрю там какой-то кипиш в чате привет ребятки продолжаем наш проект достаточно сложный потому что чем дальше тем веселее нет кривый бир я сегодня сам недавно из погреба вылез на самом деле буквально полчаса как с работы здорово ребят выбор пал сегодня на никетсу хоккей в рамках проекта мы еще не проходили его сейчас включу тут заставочка будет технос все дела при убир массада тайгер real red alert привет привет погромче что при убирь я сегодня сам недавно вспомнил значит из ванной выползу смотрю скат в чате тоже хорошо потому что после хоккея ребята будем разыгрывать три игры в стиме скат пиркин и массада не разбегайтесь ребята можете хоккей не смотреть но после хоккея подходите кстати видать все на твич перешли с ютуба да а это кости понял начинает народ соображать что баллы твича хорошая вещь а я в принципе не против хотите на твиче смотрите вот алекс по моему даже начнет бежать да за ним еще собака чистая леди все погнать ту плеерс в общем ребята мы играем как есть с первой команды весь турнир вор будет забивать я буду на воротах стоять да видишь на ютубе чё коба не копят приходится сюда бежать ну это фишка твича я уже объяснял ребятки так расставляем не очка ства а его тут еще не будет я тебе могу вот какие очки смотри у него ухо и если тогда сказал что это затылок когда футбол играли у тебя очка стало так и быть я тут на связи это хорошо сильно не увлекайся оставь силы на более поздней команды уже первая шайба я сегодня на расслабоне я сегодня буду на воротах стоять но я смысле не совсем не расслабляйся ух ты как первый блин никому отлично я весь чемпионат буду на воротах ребят вор играет в поле на льду точно копим баллы все фишка твича стала достаточно хорошей вещью но повторюсь ребята при желании можно отключить это просто я заморочился там гектор мне помогал нет леди я так произносить не буду лучше 350 баллов прилетела я не знаю лего как это устроено у ее очкари кодекса поп-поп вот видите там на воротах суючусь можно также держать кнопку ждать когда что энергии начать не утратится можно отпускать и будет вратарь вообще с болельщиками там общался это вообще ушел куда-то первая команда для разогрева можно сказать первые наверное две три до разогрева сегодня извините ребят одна игра потому что чемпионат достаточно длинный время у нас в сибири уже не детское скажем так плюс я с работы недавно диманчик мы не про тебя не переживай привет кто подходит ребятки я же вратарь тоже увлекся там смотрю куда-то ну видимо как тот вратарь да мы с ним ментально общаемся забавные эмоции вот все техно игр они в каком-то плане богаты на эмоциональную палитру ну и месяцу предстоит попозже к сожалению здесь зрители не показывается хотя было бы тоже неплохо после забитой шайбы как-то там ну мы их слышим скажем так зрители будет слышно хоп очкарик теперь наехал на меня контур каркор стряните вортов иллюжен ну как контур я давно уже хотела замазать работа флюжен там новый пак просто уже вышел мы же проходили же мир иллюзии мы проходили в рамках проект просто обратили внимание что очистки добавили хоп-хоп-хоп суета кстати сплата хаус точно леди хорошее сравнение ой-ой-ой-ой ну это дырка вообще я не знаю куда надо попасть чтобы не забить просто врезался в ворота ну первая команда ребят веселее начнется вон поймал классе молодец 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 веселуха начнется где-то с четвертой команды привет васёк здорово поздравляем тебя со вторым местом в mortal kombate сожалению турнир посмотреть не получилось я потом уже узнал что по таблице посмотрел что второе место за поздравляю васёк ух ты какой он злой ну кстати да удаление все-таки есть в этой игре на сколько раз уже ударил ни кицу хоккей да ни кицу хоккей классные смотрим уж ты на рвешь ну я то конечно с первого раза я только по дал сразу меня в мусорку это честно вообще там раз пять меня долбил в мусорку попал просто сразу в мусорку закинули показал что было в силах ну круто круто у нас вообще все злые чё-то очкарик вообще безбожно всем глупит и ничего ему не доспеется даже своих своих шайб избивает а все уже проморгались 6-0 первый период ну состав смотри если чем не так же оставляет по моему ирф его зовут ренат здорово привет удар вот это вот я привет передаю вратарем вот видите варежку ставлю а я чуть-чуть да не хочет ух ты какой хитрый прям в упор расстреливал это честно что ли пять раз меня долбил вот неплохо однажды собрал пять ребят со двора устроил турнир занял второе место здорово феникс вратарь уже пожалел что вообще ввязался в это дело были прикольные все-таки прикольные эмоции один из самых эффективных приемов с разбега делать верхушку фига себе он чуть пасу не забил даже такое бывает кто не пришел дримсон привет 8-0 уже второй период через скоро скоро попрет веселуха время идет команды проходятся интересно сколько сухих матчей получится у меня оформить да это от меня зависит в основном да все-таки тебе и в нападении в защите играть сейчас захочу и забью тебе оп 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 где хоккейная драка хоккейная драка лево в blades of steel есть есть такой хоккей на несс blades of steel называется чисто американскими командами играешь там кстати никаких эмоций нет в этом хоккее можно просто схлестнуться и в итоге переместиться на экран драки но blades of steel к сожалению в калопе не играется феникс опять палит всех blades of steel не было да в калопе не было завтра стримить будете не знаю тагер не знаю я что-то на работе выматываться стал последнее время конец месяца все загружены пока неизвестно но в любом случае если если завтра стрим будет мы анонс сделаем самый топовый хоккей конами делала значит рекламу вставляла между вторым и третьим периодом но уже к такому стал реклама градуса контур еще по моему там рекламировали шага как он свой р здравствуй просто врата из шансов даже варежку не выставил 10-0 привет привет ребят так что тагер пока насчет завтра неизвестно пока посмотрим ну что когда его удалят что он правда какой-то вообще судьи купил что ли вообще не удаляют кстати шкала здоровья уже прилично так потратилась в некоторых ребят мая да обратается к жалко всех сейчас соберут а ну давайте подъезжайте Вот даблкила опять его не удалили. Удалять, кстати, могут только когда вот такая рожа злая. Вот этого игрока могут удалить. А так можно избивать хоть сколько в второй период 10. С твича приходит с твича. Молчок, месяца два, нифига себе, Васёк. Может ты уже отписался с моего канала? Может так как-то нажал, чтобы отписаться? Я не знаю, Васёк, правда. Не знаю, в чём проблема может быть. Очень много ребят пишут про Ютуб, что проблемы какие-то. Я, видите, в Ютубе ни на кого не подписан. У меня есть рекомендованные каналы, сам я ни на кого не подписывался. Всё равно стримы редко получается смотреть. Плюс один, минус один, не особо важно. О, нифига ты ворота перепрыгнул. Киимыч, здорово. Очередная игра из серии Никетсу, ребят. Которых ещё предстоит, ой-ой-ой, сколько? Прям на меня выезжал. Да ладно, Васёк, что-то я приказываюсь. Но я просто правда не знаю, в чём ещё может проблема быть. Очень много ребят говорит, что... Ой-ой-ой, фига он. Ух ты! Да не просто всех размешали там. Сильно кинул, я даже не смог поймать чётко. Этот устал. О, я наконец-то попал. Какая морока, гонял Half-Life 2 на геймпаде. Есть и колокольчики, которые ставят, оповещения всякие, подписанные. Всё равно Ютуб игнорит. По-моему, Беныч рассказывал, что у Ютуба опять новая политика. Каналы, у которых меньше десяти тысяч подписчиков, Ютуб особо не жалует как-то. Типа, выкручивайтесь сами, ребята, у вас подписоты нифига нету. Давайте-ка сами там. Ой-ой-ой, вообще махач. Да их куда-нибудь удалят, нет вообще силы. Вообще махач конкретно. Ах ты, выздоровел. Меня, подписчиков, скромно на Ютубе. Поэтому, может быть, из-за этого ещё связано. Может, из-за этого сказывается. Ютуб, короче, чуть ли не в открытую считает нас лохами. Все, у кого меньше десяти тысяч. Большинство ребят на Твиче смотрят. С баллами канала это связано во многом. Кто-то до этого сидел, смотрел. Я, в основном, тоже с Твича захожу. Ютуб, говорит, вообще не стриминговая платформа, по сути. Она игровая, но не для стримов была сделана. Это потом они начали на общей волне мутить там что-то. Эх, чуть не залетело. Да, она была красивая. От Беннеча та же история вообще. Что на это скажешь? Ну, не красиво, Васёт. Некрасиво, конечно. Ох. Вот это двуличная политика, назову вам наконец-то. Двуличная политика я это называю. Вроде Ютуб пишет, развивайтесь, ребята. Мы вас типа поддерживать будем. И тут же обраточка прилетает. Канал, у которых меньше десяти тысяч подписаты. Извините уж, давайте как-нибудь сами выкручиваетесь. Мы будем вас игнорировать, оповещения о ваших стримах не отображать. Короче, что-то... Что-то грустно на Ютубе, конечно, в этом плане. Серёга, здорово. Ну что там за улучшенный и привет негативный? Вот он самый лучший и бьёт сзади в ворота. Негативщик, так мы же... Ну, хаки не особо играем. Тем более, он же на четверых вроде играется. Рамку переделывать заново пришлось. Нифига себе, Серёг, что там... Что такое могло случиться? Злые силы отталкивают от получения арта. Никак... Никак пока не получается. Он прям... Глаза на уровне шайбы прям были. Можно в четыре игрока. Я так понял, негативный тебе понравилось, да? Потому что ты же проходил недавно. Вот тут, кстати, пишут, что... Разбили команду Алекса. Алекса будет грустный, что его команду выиграли. И предложат у него, чтобы он возглавил команду юниоров японских. Они отправились на чемпионат. Короче, матч был разминочный. Нифига себе апперкотик. Пока не знаю негативный. Пока и так планов 0. Ничего страшного, Серёг, по поводу картины. Хорошо, что рамку не сам арт пришлось переделывать. Вы там развиваетесь, а потом мы вас забаним, и вы задолбаетесь доказывать, что вы не верблюд. И да, все ваши видео мы удалили. Да, Лео, было такое. К сожалению, было. Просто Алекс Феникс, просто Алекс. Дико зашло, нифига себе негативчик. В четвером, конечно, поприятнее играть, повеселее. Нас Никита все подбивает. Найти ребят на Аркаде что-нибудь в четвером поиграть. Но это все-таки сложно оформить. Серёга, здорово. Мартирус, привет. Ребятки с работы возвращаются, подходят. Судью намыло, да не говори тут. Такой кошмар творится. О, уже, кстати, повеселее пошла игра. Ой. Ага, особенно если им постоянно шеф отдавать, а не мне. Ой, Игорь. О, классно я ему там пластичку сделал. Ой, вот это их спецприем. Ну, отлично, четко в клюшку. Зорок, здорово. Так что негативный не знаю, пока не знаю. Пока проходим сюжетку в лицензионном хоккее. То есть в том виде, в котором он был. Блин, капитан у них даже своих не жалеет. О, классно накинуло. Но тут тяжеловато попасть, она как-то непонятно приземляется. Ой. Кстати, у Алекса прикольный супер. Если четко на линии сделать его, шайба возле ворота становится. Так, с самураями уже повеселее игра пошла. Они уже так тупить не будут, как первая команда. Так, по-моему, такие же как были. Мне кажется, поагрессивнее. Шайбу, шайбу. Ой-ой-ой, вот как он, вроде, такое расстояние было и как-то попал. Кстати, у них же нету суперов, да? Нет, они только волной это не будут бить. Они сейчас драться будут и все. Тупые самураи. У него тоже неплохо. У них вратарь какой-то дикий. Куда он так далеко выходит? Ой-ой-ой. Не, все-таки поагрессивнее видно. Музычка классная. Вот видишь негативный, ты сыграл разок в хоккей, тебе зашло. А представь, сколько еще есть в Никетсу игр, где можно вчетвером играть. Опасно, опасно было. Лунатил разбил рамку. Уже передел почти готово. Нифига себе, Серега. Глаза, кстати, да, я прямо из-под маски вылезаю. С баллами там мутная тема, Костя. С баллами мутная тема. Я ее до конца еще сам не изучил. Может, ребята что подскажут, кто в чате сидит, которые копят баллы. Там как-то начисляют за то, что трансляции не пропускаешь. Сами капают с определенным промежутком времени. Время от времени сундучок появляется, который брать надо. Это еще плюс 50. Привет передаю всем, пока меня не забыло. Когда нажал на нее, там все описано. А, ну вот тем более. Ух ты. Не долетела никуда. Смотреть в течение 5 минут 10. Получить особые бонусы 50. Участвовать в рейде плюс 250. Отслеживание 300. Первое сообщение. Чир 350. Ударение подписки 500. Не пропускать трансляции до 450. Офигеть. 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 Можно ткнуть на баллы... Да, да, кинслейер. Негативный написал уже. Все, мы снимаем с Димана тысячи очков. Ух ты. Вообще резко лезли. Без шансов просто тут. Где мои 450? Я же говорил, Дим, непонятно как они точно работают. Аккуратно. Офигеть. Они как комбинационно играли. Пасы, все дела. Все просто, да. О, я кому-то там по башке ударил, кажется. Офигеть. Все отлично. Офигеть. Офигеть. Кстати, здорова. Где мои 17 лет? Да, была бы такая опция за баллы... Ой-ой-ой, там я тебя где-то видел. Отлично. Ой-ой-ой. Как он так все до морей вырубил? А они все с одного удара улыбают. Оп, четко взял. Отличный пас. Еще раз напомню, ребята, я на воротах буду весь чемпионат стоять. Так что сегодня пишите, пообщаемся. До четвертой команды я свободен. Дальше пойдет веселуха. Не лови. Ну ладно, ладно. Выпендрился. Ну там, кстати, да, мог отскочить вообще по-любому. Просто подставился. Думал, такой крутой, что с собой это бьет. Ну он же самурай же. Да. Где водный пистолет? Все, начались предъявы. У кого чего жизни не хватило. Даже ловить не стал. Привет такой, привет. Как играется на двоих? Выбираешь хоккеиста, за него играешь. Да, Лео, можно. Ну как можно. В любом случае придется расстановку сделать. Ой-ой, аккуратненько. В любом случае, перед каждым началом нового периода делаем расстановку. После расстановки... Ну это получится. Тебе надо прям с линии ее сделать. Ох. И после расстановки... Ой-ой, аккуратненько. И сразу караулит, вот гад. Куда этот пас был? Не остановилось. Вообще, законы физики на высоте просто. С воздуху супер делает это имба. Васек тебя похвалил. Да. Ну, мы принимали участие в разных турнирах по хоккею. Так что, ребят. Плюс Никетсу Серия одна из любимых. Будем показывать высший класс по возможности. Прокодлеты уже. Властелин воздуха. Блин, прям по роже. Ух ты, перехватил. Все-таки, Соник Бума у них очень страшная вещь. О, здравствуйте. Ах, еще хотел между ног ему шайбой попасть. Не долетит. Я знаю. Моя любимая серия... Ну, мне тоже нравится, Васек. Почти все игры. Почти все игры серии обожаю. В семье не без урода, конечно. Даже в Никетсу Серии есть неоднозначные игры. Ну, пока постепенно разбираемся. Перерыв можно скидывать, в принципе. Смотрите, вот там нет смысла. Просто дворник какой-то с метлой ходит. Сначала вправо, потом влево идет. Так, еще раз привет передаю всем. Прямо с ворот. Никетсу вообще уникальная в своем роде серия. Не припомню ни один больше... О, ему, кстати, всю шкалу сняло. Ну да, это супер. Это же супер такой. Где шайба? Все, не вижу. Отлично. Веселый дворник. Будминтон, урана копил. Гемачик, не пугай меня. 6-0. Ну, неплохо. 12к на подходе, а я уже не знаю, что реквестить. Закажи игру в стиме, зорк. О, фига от перчатки отлетает. Тут даже ловить можно по-разному. Бывает, отлетает от перчатки. Бывает, четко ловишь. Бывает, сбивает вратаря. Но это редко. Сейчас Фюстран зареквестит. Фюстраны, ребята, буду играть, когда вернусь к своему основному проекту. Пока получается кооператива, играем только коопы. ДД писал в конце прошлого стрима, чтобы ты с него меч снял. Я уже снял кинслейер. ДД заходил как-то на стрим. Уже говорили об этом. Но спасибо, что я напомнил. 12к это есть Фюстран, да? Алекс Тигр, здоровье. Алекс Тигр, здоровье! Алекс Тигр, здоровье! Ты за здоровье прочитал там? Блин. Вроде напряженных моментов не было, а что-то весь в игре все равно. Куча игр, которые даже не запускал ни разу. Смотри сам Зорк. Фюстраны, продолжу играть, когда возобновится мой личный челлендж. Григорий, привет, брат. Ой-ой-ой! Он не стал задерживать, нифига себе. Не стал задержку делать. Блин, вертушка мощная. Здорово, Олис, здорово. Да, Григорий, привет еще раз. Что происходит вообще? Есть в планах Твин Игл в коопе. Алекс, ты играл Твин Игл? Шмак, по-моему, с вертолетом. Я не знаю, что это. Алекс, мы такую игру даже не знаем. Не играли. Ух. Так что Твин Игл нет, точно нету в планах. Я про такую игру не слышал. Не то, что там в кооперативе сыграть, даже один не играл никто. Я только Твин Би знаю. Зачем ты на ДД меч положил? Ну, хоть меч, а не просто положил. О, Хаосин, здорово. А мы тут не кетсу балуемся. О, Хаосин, здорово. Отлично. В приоритетах на Джима поменял. Да не пугает меня Астерик, Зорг. Мне надо на европейские версии игр отдельно экран настраивать. Чтобы не на одну игру настроить, а сразу на несколько. Ух ты, вот такие голы я еще не видел. Классно. Если ты обратишь внимание, Зорг, я еще в своем проекте за 100 с лишним игр ни одну европейку не прошел. Это все не просто так. Так получилось, что ты зареквестил игру, которая чисто европейская версия. Он злой был, кстати. Ох, как она в штангу забурилась. Твин Игл с вертолетами. Понял, Алекс, будем иметь в виду. Тандер Кейт посложнее. А что, Тиманчик, легкая? Твин Игл, ты ее играл? 10-0 нормальный счет. На СМД не один Астерикс. Одна краша другой. Да, Кемыч, обсуждали эту тему. Самурайский меч ломали. О, нифига себе. Но они с деревянными палками, конечно, играют. Кстати, в этой газете можно пароль увидеть. Такой беспалим. Следующая команда бейсболисты. Какого хрена они все в хоккей лезут, я не знаю. Не говори. Еще бы какие-нибудь уброши добавили со швабрами, да, ягоди? Можно костюмы, кстати, подбирать. Астерикс интересная тема, Кемыч. Астерикс интересная тема. Что, ты решил первый? Да нафига этот Самурайский? Все костюмы не будем показывать. Ну, в принципе, я, по-моему, на одного, когда играл, все показал. Да, в детстве проходил чуть ли не ферстраном. Так, 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 такс. Твин Игл, значит, да? Угу. Александр, здорово. Здорово, Саша. Твин Игл в детстве чуть ли не ферстраном. Ну, возьмем на заметку, Алекс, возьмем. У них вратарь одноглазый, что-то я не замечал. Как Циклок, кстати. Обман зрения. Ну, если представить, что Верпу глаз, да? Кошмар вообще. Правда, как будто глаз один. Астерикс и Кейм очень интересно. Интересно будет поиграть. В девятку заскочил. Я и потел впервые с хоккеем в детстве. А я не помню, Васек, у меня, по-моему, особо проблем не было. Мне нравилось, кстати, костюм третьей команды ставить. Вот, против которых мы играем. Потому что у них можно при удачном тайминге отбивать большинство суперов. Во! Во, да, четко. Но она может в меня полететь. Ненормально. Классный вообще враг. Просто пришел, забил к себе. Алекс, мы же объясняли эту тему. Мы играем чистокромные версии игр. Никет Сухоккей, к сожалению, не выходил официально в Соединенных Штатах. Игра была только на Фомикоме. Отсюда и отсутствие перевода. Есть там, кстати, комичные сцены в момент диалога. Но не настолько, что прям из-за этого фанатский перевод про это. По каким-то странным обстоятельствам, большинство игр Нипецу не выходило. Что-то вообще месиво. Это запрестовали просто. С Клопом. Бен же проходили. Ее на 6 часов вышло стрим. Не переживай, Григорий, мы справимся побыстрее. Они играли в усложненный хак у четырех игроков. Мы играем чистокромную версию, которая выходила на Фомикоме. Только в Ротале они все не очень смотрятся. Привет, Игорь. Кто не смотрится? Игроки, наверное. Реально, Циклоп. Кстати, там Ротаря, по-моему, сейчас не будет. Да, Вратаря нет. То есть, смотрите, Вратаря снесли, вот, ворота пустые. Приложить. Лео Риус, спасибо за фоллоу. Спасибо, Лео Риус. Еще сюда можно было бы добавить команду саперов. Бегали бы с миноискателями. Шахтеры с отбойниками. Ну, на что фантазии хватило, добавили. Да, лучше отбиться здесь, конечно. Кстати, за вороты. О, это исторический гол из-за ворот. Будет Ром, предлагаю рубануть на четверых. Как бы еще время найти общее, Васек? Я же работаю. Был бы я в отпуске. Ой-ой-ой, месиво. Я тоже помогу. На. С ноги прописал бы он сдая. Нижний такой. Так, а кто еще предложил, кстати, Васек? Предложил на... А, негативно еще предложил на четверых сыграть. Ты как вообще смотришь такую идею, пофанишься? Ну, я не знаю. У меня по интернету все равно... Инк будет большой, наверное. Если застримить это дело, мы с тобой зайдем без сервак... А, ну, вообще-то... Блин, в общем, надо подумать, Васек, надо подумать. Может быть, заморочимся, вчетвером сыграем. Я, в принципе, проблем не вижу. Ой-ой-ой-ой. Надо, кстати, ром скачать вот этот, где на четверых играть можно. Что же вы с вратарем-то делаете, езерки? Это еще цветочки. Это еще цветочки. Сюда хожу поржать, а не стримы смотреть, доставать из-под стола. Куда судья пропадает, мне интересно. Просто шайбу кинул и свалил. Ух! Как-то странно, шайба летела сейчас. Вроде в центр, на самом деле, ниже. Кто третий с четвертым будут? Васек, ретро и негативный. Если у вора интернет не позволит играть, возможно, еще кого-нибудь подтянет. Может, Хаосин, кстати, сыграет. Аркадий вроде тоже нравится серия Никетсу. Круто было бы про миноискателей. Может, фанатские какие-то есть в хоккее. Может, есть, где другие команды добавляют. Никетсу вообще достаточно часто у ром-хакеров пользуются спросом. Какие-то игру усложняют. Он не испугался, кстати, уехал. Ягодички будут потом. А чего он, кстати, не пытается отпить? Да он дурак, потому что. Вроде можно было. Ой, о, нифигасик. Сари, здравствуй. Точный пас, привет. Костя, привет. Японцы просто жадные. Они многую годноту не выпускали за свои пределы. Многие же РПГ. Игру упрощали для себя. Ой, о, о, о. Да, без вариантов. С почином, а что, 10-1. Кстати, да, Жека, опять же, та же контр-хардкор на Севу. Там же, да, есть шкала здоровья? Да, в Японке. Что еще облегчали? Бэр, накл, третий, легче, чем... Смотри, смотри, смотри. О, вот это очень плохо. Рикошет. Классный был. Да, прикольно. Распечатали уже дважды причем. Третья команда. Тихо, мужик, спокойно. Автогол, да, по сути, автогол случился. Ну, он даже руку не выставляет. Ну, что это за вратарь? Выкидывать такого нафиг надо с командой. Чего он приперся вообще? А, его нет в доступе пока. Вот тем более Васек. Когда Ром будет в доступе, тогда можно будет заморочиться. Хотя, негативный же играл с Бенничем. Может, у него остался. Не видно в таком ракурсе. Да, слишком быстро. Я вроде смещался правильно, но там из-за рикошета. Из-за рикошета поменяло направление шайбы. Одни из самых подлых голов. Вот такие вот, когда заветают. Боремся за очередной кубок технос. Классные кубки в этой серии. Ну, он даже сейчас не ловит. Ну, что это такое вообще? Он даже простой мяч не ловит. Шайбу. Шайбу. Ну, ни мяч, ни шайбу не ловит. Он же безболист тебе левый пешит. Ну, и что? Куда этот класс? Нет. А этот куда? Почти тебе. Серж, привет. И там уж. Привет, ребята, кто с работы приходит. Так что, Зорг, не обижайся, если что. Зато будет момент, когда за Червяком Джимом, возможно, сразу же и Астерикс пойдет. Так что не переживай. Ферстраны особо не заказывают. Есть небольшая очередь, но пока терпимая. Да, можно так сказать. Блин, у них воротчик вообще страшный, такой весь побитый какой-то. Он дурак. Блин, это еще второй период только. Я думаю, третий он. Вышибало играет. Ну, команда бейсбольная, поэтому ассоциации с мячом возникают. А, ты думал, вообще издевательство? Ну, да, вообще-то он не хочет. Поздравляю почти с затащенным турниром. А, это Васька, поздравляю. Со вторым местом. Такая. Все нормально. Вот тут, кстати, тоже непонятно, когда от этого супера полностью шкалу снимают здоровье, когда она остается. Это рандомно работает. Сейчас, по-моему, мы ему не сняли с шкалу здоровья. Не кетсу-хоккей, кстати, ребят. Достаточно длинная игра, если проходить без паролей с первой команды. Возможно, одна из самых длинных окажется. Вот он тоже зафиксировать не смог сейчас. Да он никогда ничего не может зафиксировать. Ха-ха-ха, девальщик написал. Блин, не могу прочитать. Я теперь все время буду думать про это слово, когда зайдет речь о вышибалах. Выше балла, кстати. Опять же, речь про твич зашла. О, страшно, как замахнулся. Ну, он только махать ему уже. Супер, который ворота топает у девочек. Там где, сейчас, девочки пойдут, у них супер такой. Сейчас, Саре, следующую команду дождитесь. Со следующей командой конкретно уже огонь начнется. Частая игра в детстве была, кстати, да? Да, Серж, согласен. Был у меня в детстве этот хоккей. По-моему, только... О, это пас классный, так у него был. Да, неплохо. А шайбу вроде засчитали Алексу. Вообще, много чего из Никенцу было в детстве. В принципе, с детства любовь к этой серии началась. Потом, с появлением интернета, начал узнавать, что, оказывается, серия очень обширная. Опять их не удаляют. Кошмар купить. Он у тебя злой, кстати. Эх. Так что, Саре, у следующей команды будет. На два часа Лео как бы не больше вышло. Ну, куда камеру убрали, я их не добил. Мы сегодня взяли только Никенцу хоккей, потому что игра очень длинная. Если завтра будет стрим, еще подумаем, еще подумаем, что запустить. К сожалению, работа. Работа, ребята, не дает нормально. Нормально посидеть, постримить, пораньше запустить, побольше посидеть. Как там, что сейчас? Я не знаю, что сейчас было. Офигеть. Да, Лео нехилая длительность. Так и есть. Ой-ой-ой. Мнение, что вратарь носит плотную маску, через которую может видеть. Только, когда глаза вылазили. Теперь понятно, почему он плохо ловит. Просто прилетела шайба в ноги. Ладно, так уж и быть зафиксируем. А там, что понятно, летит он не видит, ну хрена. Кстати, прикольно. Вы знаете, кстати, у этого вратаря мне маску напоминают ульи. Пченины ульи. Какая шварь. Ты пчела, я пчела. Да, он как будто ульи надел на голову. Кошмар. Блин, Кривобир красавчик вообще. Как будто правда ульи нацепил на голову. Вообще маски прикольные, с масками заморочились. Здорово, Перкин. Еще раз напомню, Масада, Перкин, не расходитесь после стрима. Сделаем для вас розыгрыши стим-игр. Масада, Перкин и Скат. Вот эти трое ребят. Уж найдите время, если что, после стрима разыграем. Самая слабая команда, кстати, защита 12 всего. Че, возьмем без баллистов? Да нафиг они нужны. Я медведя не смогу отбивать. Давай пока по дефолту. Как мы не заметили, вратарь же в маске сварщика, поэтому ничего не видит без сварки. 65-62 пойдет игра. А я не помню, Васек, это какая? Пятая, шестая команда. А, или это даже против русских. Это уже американский пчелоголовый. Вратарь хотя бы защищен от коронавируса. Мне нравится, что у нас красная форма одинаковая. Я путаюсь. У них юбки зато. Ну я еще на подъемку каждую буду смотреть, что ли. Наш человек или нет. Кстати, они очень быстро супер запускают. О, отлично. Да по сути, ребят, уже с этой команды жара начнется. Девушки тут агрессивны. Каждый хотел голевой пас с жопой. Оп, оп, в шайбу. Играйте всю игру в одной и той же форме. Ой, Лео, я не знаю. Ты готов играть всю игру в одной? Ты, в кратке. В чем играть? В принципе, интересное предложение. А, последние две, понял. Понял, Васек. Да, точно, 65-62. Это последний видимый паролик, кстати. Все верно. Тут насчет чтения, не чтения слов. С полонно с треми матом разговаривать. Не надо так. А мы и так Лео отказались от мата. Были когда-то смутные времена. Греха таить не будем. Всякое было. Но после перезагрузки... О, как любезно она оставила. Как любезно оставила шайбу. И тут же подобрал... Бааа. Ой-ой-ой. Ой, как ты с девушками грубо обращаешься. Ну, я за равноправие. Ну да, типа они могут. Булей получать так уж всем. Еще и в жизни избавляйся от него. Не знаю, 2D Dark Knight. Не знаю. Привет, кстати. В жизни без мата тяжковато, скажу честно. Стрим и другое дело, ребят. Для вас, пожалуйста. Играем без матов. Баба ж злая. Ой-ой-ой. Спокойно. Посуетимся на воротах. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Во. О, досуетились бабы. Досуетились. В мусор. Надо было зарплату отдать. Она бы не была такой злой. Зато одни адекваты в чате теперь. Да ж... А судья девушка. Что такого-то? Я с кулака бабе в лицо знал. Судья просто. Судья девушка. Поэтому она вещь. Я, кстати, даже не знал, что судьи здесь разные. Сижу и матерюсь даже. Офига она там наяривает. Перед воротами. О, Диманчик мне зареквестил игру, которая моей профессии соответствует. Копатель камней, легенда... Баба-то воткнулась просто в базон. Копатель камней, легенда потерянного города на Несс. Трендхайкер. Понял, Диманчик тебя. Оп, взял. Миха, здорова. Это интересная тема 2D Dark Knight. По поводу мата. Трендия Прайда. Ох. Да, первый взятый супер по сути. Ходит легенда, что русские побеждали в войне, в том числе из-за того, что применяли мат в своей речи. Запутывая тем самым противников. Я, кстати, в принципе, с такой теорией согласен. Ну, стримы, конечно, другое дело. Мне даже самому стало интересно, будет ли такая игра, доберусь ли я когда-нибудь до такой игры, которая все-таки вынудит меня полезть за красным словцом. Гектор все ждет, не дождется, когда это случится. Ой-ой-ой-ой-ой. Не стал юзить. Да, повезло, что медведя не запустила. Страшный супер у этих баб. Клюшевую мишку отправляют, который просто всех уничтожает. Здорово, Максу. Привет, ребята, привет. Спасибо, что подтягиваетесь ближе к вечеру. Сегодня у нас в эфире вечерний хоккей. Без правил. Четвертая команда. Самое веселье как раз с нее и начинается. Вот, пожалуйста, супер спокойно взяла. Ой-ой-ой. За три года разное было. Меня опять, как обычно, тянет на какие-то истории. Вот за ваш лексикон, вам по медали надо, лучше по ордену. Да брось леву, брось. Ой, ой, у нее лицо как будто она не выспалась, когда удаляется от ворота. Кошмар какой. Надо этот смайлик использовать. Вышел из дома и давай материться, вдруг война. Не, я, конечно, прям вообще на каждом шагу не матерюсь. Но, честно скажу, в жизни бывают ситуации, когда приходится нехило так, чуть ли не трехэтажным высказаться. Честно, вообще ни одного балла не засчитали. Может, ты не подписан-то? Че, серьезно, Димана? Серьезно, что ли? От создателей Батл Тодс, нифига себе. Трейд Вест, что ли, сделали игру? Интересно, конечно, че это такое. Ой, я не знаю, Костя, не знаю. По-моему, баллы зачисляются даже на те аккаунты, которые не подписаны. С товарищами в спокойной обстановке применяешь? Бывает, бывает. Нет, обычная подписка. Экономит мат на случай войны. Оп, и улетела сразу. Градиус 3 на Аркадии? Да нет, 2D Dark Knight. Я не знаю, какая игра способна заставить меня материться. Я играл Абадокс, играл Сильверсерфера на третьем круге. Да не боятся, что ли? Да, Раулев. О, Алексей, привет. Привет, Леш. О, в девятень прям, даже без супера забил. Попробуй, 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 Костя, подписаться на канал. В любом случае, если что-то не понравится, там, отписаться не так долго будет. Транс-Женник. Меня по нику, тебя по имени, замечательно. Дальше будет жесть, да, ребят, с пятой команды конкретная жесть начнется. Да, ну я... Почему сейчас сообщение... Я вообще бабку нельзя безнаказанно бить, вы понимаете? Это особенность чата, Лева. В рутоне чате можно выделять свой ник. Ой-ой, прям по мордастся. О, она быстрее меня бывает. Офигеть. Да-да-да, Женец. Ну, бывалые люди помнят, какой я был раньше на стримах. Я себя включаю, порой сам ужасаюсь. Подписка за 5 баксов. Я имею ввиду бесплатную подписку, Костя. Можно стать фолловером бесплатно. Просто нажимаешь отслеживать, по-моему. Становишься фолловером канала. Фолловером канала можно бесплатно становиться. Подписка это... Фига на тебя, да, встретить? Вообще, чуть брутануло там. Вроде не злая была, кстати. Положил троих. Тройничок. Обычное явление. Для вора ничего удивительного. Ну, да. Люблю называть вора вором, Женя. О, Леха, мне без разницы. Смысл подписываться, чтобы потом отписаться? Сам решаешь, что смотреть, что нет. О, там у нас все прям в лицо. По-моему, взял. Нельзя бить. Вот смотрите, у нее Мишка выскакивает. Вот он, Мишка, это супер, кстати. Сейчас буду. Как всегда, вечерний хоккей с вами. Как всегда, лучшие комментаторы. Да. По поводу сообщения, Лео. По поводу сообщения. В рутоне чате можно выделять слова, которые будут менять цвет на желтый. То есть, чтобы проще было видеть, когда к тебе конкретно обращаются, можно добавить свои ники в рутоне чате. Так будет удобнее смотреть, когда конкретно тебя спрашивают. Так что, не пугайся, желтые сообщения, это когда... Как она обратно полетела, капец. Ты ее сбил, шайба покатилась. Странно, что она ко мне не прилипла. Ну ладно. Наглые какие дамы, прям лезут и все, в ворота. Блин, маска прикольная у них портаря все-таки. Медведь такой. Да, только не отслеживать делаешь и все. Люди разные есть, Васек. Я сам сколько раз замечал. Ко мне подписываются на канал. Проходит какое-то время, смотрю, этого человека уже нет. Проходит еще какое-то время, опять подписывается. То ли пытается баллы фармить таким образом, но Твич, по-моему, не обманешь. По-моему, Твич не получится обмануть. А даже если это и было, то только в начале. По-любому пофиксили. Вот такая ерунда. Мишка. Кстати, они, по-моему, еще ни одного супера не запустили. Ну, хочешь, я могу дать им супер запустить? В принципе, можно показать. Пускай сделают. А, сделают. Они сами не хотят. Что-то друг друга сбиваем. Что-то девушки не в настроении. Иди отсюда. Ой-ой-ой, кашмар какой. Вот сейчас, Маш, ну ладно. Иди, забирай. Желтые сообщения только у избранных? Нет, Лев, никаких избранных. Есть у некоторых зрителей вип-статус. Но это ребята, которые со мной долгий путь прошли. Вип-статусы даю людям, которые со мной долгое время. И опять же, это только на Твиче. Нифига, она там что-то выпендривается встала. Ну, не будут запускать, нет, все. Что они делают, я ничего понять не могу. Женщины не хотят делать супер удары. Еще вот так можно выделять сообщения. У меня Рутони не отображает перки. Подписка нужна для разблокировки смайлов как подписчику, так и владельцу канала. Это своего рода донат. Да, кинслейр, но это больше донат все-таки твичу, чем конкретному стримеру. Я тут впервые... Да нормально, Костя, разберешься. Во! Брык-брык-брык-брык-брык-брык-брык-брык. Есть, я взял медведя. Я голыми руками почти взял медведя. Ой-ой-ой. Бабы-зны какие. Тихо, мадам, спокойно. Ой-ой-ой. Только что на ваших глазах взял медведя голыми руками. Хоть и плюшевал, но все равно. Ой-ой-ой. Фармить так не получится. Одна уже готова кого-нибудь прибить. Да тут все злые сали. Тут вообще все какие-то злые дамы. Видимо, их на свидание не пригласили. Вместо свидания хоккейный матч устроили. Вот они и лютуют. Хотя, какой у него сидел там перед матчем с кем-то? С капитаном женской команды. Вроде в кафешке сидели. Может остальные злые, что их не пригласили. Кстати, версия цензурная. Юбки не задираются, когда они падают. Можете даже не смотреть. Ой, прям в лицо. Их-то, конечно, фиг удалят. На медведя голый ходил. Да ну че, я даже... Это ее. Это ее. На защитника нашего ударило. Девушек эти дни, ну может быть. Только странно получается, у всех сразу что-ли. А YouTube что дает этими действиями? По-моему, ни хрена. Я не знаю, Васек. По-моему, на YouTube ничего нету. Никаких заманул. Можно еще с самим Рутони поразбираться. Можно с Рутони поразбираться. Там тоже всякие плюшки есть. Типа ранги, метки. 63-40. Ну и что-то подарили в конце, смотри. Да, маленько задобрились. Сердечки все-таки появились. Она как будто грызет, кстати, подарок. У пенсионеров канала. Санузура, 18 лет. Уберите детей от экрана. Девушки, женщины, дети. Никто не смотрите. А женщинам-то почему нельзя? Может это последний шанс? Чтобы не перевозбудились, что ли? Ну, в аренах, кстати, в каназонах. Ух ты, это triple kill. С 30. А он хотя бы пытался хоть что-то сделать. Желтое сообщение, выделение обращения к стримеру. Да, да, криво-бир, четко объяснил. Вот эта арена, кстати, бампит. То есть, толкает. Смотри, что творится. Ой-ой-ой. Блин, как красиво было бы. Вип-статус на Твиче. О, как она? Она что, в штангу попала? Нет, иначе сейчас не знаю, куда она попала. Косовая. Как это? Ты когда-нибудь видел так, чтобы супер летел? Ну да. Да, я ни разу не видел, что так супер. Ой-ой-ой. Да и твич часто тупит. Фолловеры отваливаются сами. И приходят сообщения, типа, такой-то новый фолловер. Так все-таки это правда, Кинслейер, что фолловеры отваливаются? Я думал, от моего канала просто подписываются, а потом заново подписываются. Ой, как плохо. О-о-о-о-о. Вот это словил сейчас. Вот это словил. Пустые. А-а-а, да что? Гольфисты, кстати, ребят. Пятая команда гольфисты. Оп, здравствуйте. Сейчас их что, нифига, ускорился, нифига себе. Вот это арена. Ну все, все, Костя. Главное, что баллы пошли теперь с этого момента. С дебютом тебя поздравляю. Ух ты, красиво получилось. Опять смещается, смещается. Ну да, ну что-то как-то не может отцентрироваться. Копи, Костя, копи. Просил транс за 18+. 30+, даже вернее будет, да. Но вы сами видели эту картинку. Вот, наконец-то, как хотел. Уберите от экрана детей младше 6 и старше 60 лет. Начинается реальный хоккей. Да куда вы ломитесь, ребята? Враг не пройдет. Ой-ой-ой. Там не видно было. Да. Да, конечно, не только же Ютубу тупить. Твич грешит не меньше. Потом не удивляйся, если в один прекрасный момент у тебя на стриме придет одновременно, одновременно подряд 10 сообщений о новых фолловерах. Это, я так понял, кинслейер, типа, твич тупит. Твич какое-то время тупит. Откидывает фолловеров. Потом сам фиксит, возвращает их и подряд идут сообщения, да? Интересно. Интересная фигня. Кстати, может ворота и ко мне так отскочить, да? Ой-ой-ой, вот это он тебя встретил. Сейчас уже нет. Видели, я глаза помыл, сходил. У меня, кстати, негативной тоже пока такого не было. Но то, что фолловеры пропадают, это 100%. Я иногда мониторю эту тему. Ну, интересно же все-таки. Интересно, есть ли кто-нибудь новый. За 3 секунды до конца периода сбили. Хитрые какие. Так что, понятно, кинслейер, теперь буду знать. Эти люди уже давно у тебя в фолловерах могут быть, а будут отображаться как новые. Блин, ну это даже грустно как-то. Так это что может быть? Твич у меня, ну, допустим, откинет фолловера, да? Обратно не вернет его. Фолловер перестанет получать оповещения. Ой-ой-ой, нифига он запустил. Здравствуйте. Здравствуйте. Фу, сейчас. Ой, фу, отлично. Один из легчайших суперов в этой команде. Сейчас только что они сделали. Да, Жека, вот и недостатки твича подъехали, согласен. Уйди, дурак! Меня пытается... Ух ты. Ворота пустые есть сейчас. Эх, вот прикинь бы, да, в ворота отскочил, это было бы шедеврище просто. В принципе, есть время повыпендриваться, лишь бы они не забили. И даже что-то как-то неуменее объезжают просто. Они сами туда ударились, слушай, по-моему. Ага. Ты такое просто не один раз уже видел на стримах. Ее, аккуратно. Кстати, это Джо поставил, редкий, редкий тип на льду. Оповещение приходит. У тебя не показывает, что чел зафоловлен, но у него норм все. А, даже так? Ну, хотя бы так. О, с прогиба. Ну, и я его встретил перчаточкой. Ой, что творит. И возле меня крутится, не дают сбить. Все-таки рано дернулся, блин. Так, мы не видели оповещения. На Twitch'е не видели оповещения, Грибови? Мне всегда приходят оповещения с Twitch'а. От каналов, на которые я зафоловлен. Так, все спокойненько. Время есть. Да, отлично. По крайней мере, я не вижу, чтобы у меня не было в моих фоллоу пропадали стримеры. Негативный. Конкретно твоя ситуация не означает, что у всех все нормально. Димачи помнит этот прикол про кружку. Такой прокрутился прямо перед перчаткой вражеса. С Twitch'а, да, всегда. Вот, согласен. Ух. У тебя, кстати, пустая шкала у него. У Джо. Да, ты должен поколать его. Эх. Штанга. Какие-то штанги здесь такое чувство, что они широкие. Широкую на широкую. Молодец. Молодец. Первый раз так сделал. Ты даже что-то не посмотрел. Ну пока нормально все. 4, да? Плотненько, плотненько. Ни фига ты выпендриться решил, мужик. В ютубе поздно увидели. Примерно на 10 минут опоздали. Ни фига себе. Ни фига себе задержка с ютуба. Я хрень успел. А там без разницы. А, это второй период? Замечательно. Примерно середина чемпионата скоро будет, ребят. Шестая, седьмая команда, это середина чемпионата. Уже час в эфире, офигеть. Кстати, мог-мог, да? Ну, можно зайти, если подкараулить. Ой-ой-ой-ой, головой прополнил. Четко взял. А вот пас не очень. Я даже на всякий случай. Приходится шариться подпискам, иначе бот. А, иначе бот. Блин, иначе болт. Я думаю, какой бот? Так, кстати, еще веселье получилось, Васюм. Ну, какой-то хребтом сейчас отбил. Ну, отбил он, отбил. Ничего не осуждаю. О, отборчик отлетел. Вот эта маска больше на сварщика похожа, кстати. Вообще, тут хоть конкурс устраивай на звание лучшей маски. О, рикошет, кстати. Нифига он. Нифига он. С ума сошел, что ли, мужик? Как-то не хотел за ворот забить. Ух, ты четко взял. Держимся, Григорий. Но это пока не страшные команды. Игра, конечно, повеселее пошла, но... Самое страшное еще впереди. Ох. Маска Джейсона вне конкуренции. Пока, да. Пока согласен. Нифига себе. Нифига себе, это тоже, как я сделал. Вот, вот дурак. Он что-то вместе с шайбой не залетел. Да что вы... Чего они творят? Господи. Ай-яй-яй-яй-яй. О, столкнулись. Да. Его, наверное. Да? Пока его. Они тут разные сообщения говорят, когда их в корзину кидают. Типа, вы не правы там, за что, судью намыло. Ну, типа того. Негативный, может тебя про ютуб канал спрашивают? Есть, есть, Григорий, у негативчика ютуб канал. И с твича сейчас пишет. Ютуб редко стримы. А что негативный, локалки выкладываешь или там записи какие-нибудь? Вот бы, если залетело, тоже красиво. Да я не знаю, какой вообще не залетит, наверное. Там реквесты только, понятно. О, что-то не солевого угла зашло. Сейчас нормально, да, залетело. ПБ выкладываю. Есть чем похвастаться негативной? Я видел, ты что-то в Mighty Final Fight за Коди пробовал. Так, не получилось досмотреть. Не могу понять, на ютубе еще одно противное нововведение сделали. Нельзя по нику перейти на канал человека. Так, кинслейер, по-моему, и раньше нельзя было переходить. Хотя могу ошибаться. Ой-ой. Так, смотри, сейчас может на меня полететь. А, в принципе, там штангу, наверное, попадет. Можно было? Я что-то не обращал внимания. Три, два, один. А, все нормально. Скромный счет. Порвался по мальтику. Идей на ачивки делал. Что же вам старые сеты покоя не дают, негативчик? Какие-то там идеи на ачивки делал. Раньше можно было, сейчас нельзя, понятно. Да, раньше можно было. Нифига себе, я чуть не обращал внимания. О, новый игрок, кстати, Фред. Первое пополнение нашей команды спустя полчемпионата. О, против убийц, по-моему. Психи. Не, ну если бонус-пак, тогда еще ладно, живите. Бонус-пак это хорошо. Блин, первым костюмом всех и со всеми будем играть. Это жестко. Неделю назад сделал БТДД 22.56 за дракона. Ну ничего-ничего так результат. В школе заминировано. Ой, я спрятался. Фред что-то сидит там. Боится. Куда вы меня позвали? Я говорю, нормальный хоккей хотел поиграть. Спрятался в ворота, кстати. Ой-ой-ой. Да что это? Да что это все для меня? Ой, кто саперов хотел? Кто саперов заказывал? Кошмар какой-то. Здравствуйте. Супер, кстати, предыдущей команды. Давайте за девочек. Нет, Игорь, мы будем играть по дефолту. Уже приняли решение. Лео попросил первым костюмом всех пройти. Попробуем на первом костюме одолеть. Вот что-то. Вот листочка. Спасибо за фоллоу, ребятки. Спасибо. Ой-ой-ой. Эх, тут уже супер. Да, тут далеко слишком. За банти. Он сам модер, да, кстати. Я бы насчет... Насчет бана негативного... Сильно тему-то не поднимал. Потому что у кого глаза есть, могут увидеть, что рядом с ником негативного меч изображен. Меч меняет все. Новая тематика бан негативного за 5к монет. Насчет монет я, кстати, ребята, спрашивал, если есть какие-то идеи, можете на раздумье мне писать, если какие-то есть мысли. В принципе, можно подумать. Можно подумать, что еще добавить за баллы. Офига он. Хитрый какой-то. Еще что-то подписочка. Не знаю. Пока молчит Рутоня. Может, два раза одно и то же пишут. Бывает и такое с ним. Соповещалка. Из интересного, недавно, в Доктор Марио играл против Сан-Марина. О, это интересно. Ну, тебе, походу, все равно равных нет. Добрый день. Поймал уже. Ходный матч был. Да ладно. Так и было. Где-то с месяц началось. Такое, что нельзя посмотреть канал. 37 минут ролик. Нифига вы зарубились там. Все, все, Григорий, я понял. Понял насчет нововведения. То, что я его не сразу заметил. Сказалось, что я не переходил по никам канал. Нифига он поймал. Сзади еще мне кто-то по хребту дал. Напугался. Мне тут оповещение. Блин, сразу выкинул. Да они все едут. Ну, какой хитрый, перекинуть хотел. Они же еще и супер не делали, да? Ну, у них обычный по-низу он идет. Да, просто крутятся шайбы и все. Пока не делали. Выпугался оповещение. 3000 баллов выпало. Да, у Сан-Марина где-то 150к там очков. Сан-Марин один из топов. При том, что он... Только на Несс мастер. Да, на Несс фамико. Ну, последнее время, по-моему, он не особо играет. Да, он уже давно так плотно не играл. Теперь с этими баллами у новичков возня. Да у всех возня, Костя, на самом деле. Нифига у вас пустые шкалы. Да давно еще, ты же мин. Да, можно вообще отключать баллы. Ну, я решил заморочиться. Пока вроде людям нравится. Пока нравится, пусть живут. А все в предвкушении секретного подарка. Это не тройство, ребят. Подарок будет. Сразу могу вас успокоить. Кто копит 50к, не переживайте. Никакого тройства не будет. Как знаете, в поле чудес, типа там... Яйцо. Да, не будем открывать этот ящик. Даю вам 50 тысяч. Мне, говорит, нафиг эти 50 тысяч не нужны. Давайте откроем ящик. Он открывает, там ананас какой-нибудь. В моем случае ничего такого не будет. Не переживайте. А тут без вариантов. Черный ящик. Мы никуда не поедем, Масада. Сейчас все-таки карантин. Пока карантин, надо держать как-нибудь. Какой-нибудь. Нет, автомобиля, я думаю, тоже не будет. Игрушечный могу подарить, Кемыч, если устроит. Игрушечную модельку автомобиля могу выслать. Оп. Ух ты, как отскочил. Вот этот, Рэд, по-моему, зовут его. Тоже самый быстрый. Так, передаю приветы, стоя на воротах. В маске Джейсона. Всем приветы, ребят. Там тоже предку решил передать. Автомобиль никогда не выигрывали, да. Баллы вообще офигенная тема. Ну, рад Масаду, что тебе понравилось. Хоть что-то твич сделал приятное для людей. Да ты что меня там какой-то трубой обрел? Просто тихо, мирно шайбу от себя откинул. Бам, просто трубой какой-то по лицу. Умеют, могут. Почти все бешеные там. Ой. Это вообще только отсидел, уже бешеный. Чувствует, ребят, его еще. Отсидел в мусорке. Как в черепахах говорили, да. Там, кстати, можно автомобиль выиграть. Транзистор выиграл разок. А на нас еще лояльно. Ну, я просто пример назвал, Васил. Лояльный пример назвал. Интересно, какой самый... Лояльный банан. Какой самый скандальный приз был в «Коре чудес». Что-то просто интересно стало. Я помню, была какая-то программа. Ее подарили. Тоже такой, конечно, подарочек. Опять вы, кстати, пустые. Это семина, я думаю. Черепахи? Ну, черепахи же были уже в «Колупе». Вторую часть проходили в «Ассаду». Вторую часть черепах играли. Пока, кроме второй части, черепах никаких не брались. Гаррет подошел. Ух ты, четко взял. У него пустая шкала, поэтому он не смог супер запустить. Черепухи. Третью? Хочешь зареквестить «Мосада»? Третью часть в «Колупе». Нужны первые «Колупе». Хорошая шутка, Кинслей. Ну, ром-хакеров можно попросить. Может, забабахают. А у тебя любимая серия Никетсу? Часто играешь в разные игры? Ой. Там мина, оказывается, была такая. Сидеть еще не все взорваны. Часто играешь в разные игры этой серии? Редко встретишь такое. Да, Жека, в том-то и дело, что далеко не каждая серия может похвастать обилием, разнообразием, интересностью. Никетсу серия вообще потрясающая просто. Забурился, видел, да? Я не смотрел на него. В Кунио забурился, не мог проехать. Да, Жека, можно сказать, что серия Никетсу самая любимая получается. Ничего не имею против других ребят. У кого-то «Мегамен» любимая серия, у кого-то «Касслвания», у кого-то «Ниндзя Гайден». Мне больше всего серия Никетсу нравится. Море фана, не знаю, эмоции. Постоянно что-то творится, движуха какая-то, возня. Много игр, кооперативный режим поддерживают в этой серии. В общем, тех нас заморочились вообще красавцы прямо. У кого-то, кстати, «Дабл Драгон» любимая серия, тоже ничего против не имею. «Файнал Фэнтези» еще нравится. О, кстати, «Мина» заново появляться начала. Да, Васек, американскую версию «Вторых черепах» прошли. С одной потерей жизни. В самом конце на Крэнге, по-моему. Или на Шреддере. Все видосы есть на канале, ребят. На втором аккаунте. Если хотите что-то пересмотреть, там, «Батл Тодс» на Севу, как мы прошли. Вторые черепахи. Третий «Дабл Драгон». В общем, куча всего. Заходите на канал, не стесняйтесь. Ой, я его встретил, кстати, еще раз. Заходите, пересматривайте. Я ничего плохого не вижу в пересмотре стрима. Сам бывает, если что-то интересное пропустил, пытаюсь время найти. Посмотреть. Ух ты, какой! Вот этот раз шайба прилепилась ко мне, ворота не залетела. Гаррет, привет, кстати. По-моему, с тобой так и не поздоровался. Интересно, «Черепахи-3» пройдете? Чего, вот «Черепахи-3» возьмем на заметку? Да. Попросило два человека. Костя Коблев и Масада. Нифига ты его сбил! В воздухе. Нифига себе, рожденный ползать, так сказать, летать не может. БТ на Сегу видел, отлично протащили. Вторую секиру, да, прикольно прошли. Джиди, привет. Прибежал, просто воткнул. Эпичный момент был в одном из выпусков из 90-х. Ребенок выиграл квартиру. Или скандал, когда автомобиль не был выигран из-за слов «Аляпка». Да че? Костя, как обычно, ходячая энциклопедия, про поле чудес написал. Скандальные случаи. Прокричал зритель. Ух ты, классно встретил. Он уже пустой, кстати. Просматриваю матч из турнира по «Доктор Марио». Самый длинный матч был с Мюллером, 26 минут. Ну, самый быстрый «Дюн», 5 минут. Из Никетсу... Мне кажется, сколько там не записалось, скорее всего, матчей. Из Никетсу гол 3 только попадался. Я не знаю «Кинслейл». У меня многие игры из серии были в детстве. У меня любимая четырехигровка была. Никетсу файтинг. Никетсу олимпиада первая. Риверсити рэнсом второй. И первый футбол. Вот такая четырехигровка у меня была. «Финал Фэнтези» играл только 10, первую часть. 10.1, я тебя понял, Григорий. Там еще 10.2 было. Почему все любимые стримеры одновременно стримят? Жить бывает совпадение, куда деться. Куда деться. Либо выбираешь, либо запускаешь обе трансляции. Такая дилемма. Естественный отпор. У меня тоже шкалой энергии не было. Хоп-хоп-хоп, суета на воротах. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все на тебя как на дурака смотрят вообще в землю. Мы даже драться не стали, понимаешь? Смотрим на тебя. Я все внимание привлек себе. Я в финал фэнтези много частей проходил. Почти все номерные. Не играл только онлайновские. 11-ю и 14-ю. И до 15-й руки пока не дошли. И не знаю, дойдут ли вообще. Потому что с этой долбанной работой нифига не успеваю. О, еще один матч пролетел. Ваш двойной дракон 3 красава стрим. Спасибо, Костя. Мы пытаемся в третьих черепахах добиться успеха. Если что, ребята, я заказ от вас напишу. Еще осталось Ватмана Форелла в коопе. Да еще много чекинслейер. Еще очень много игр предстоит. Сами видите, счетчик 32 игры на данный момент. Постепенно разбираемся, ребята. Постепенно проходим, что есть в коопе. Серия Никецу еще очень много чего не изучено. Кстати, сейчас играем против высшей школы Линкольна. У Алекса дурное предчувствие. Команда его подбадривает. Типа, соберись, ты что там опять начал ныть. Более тысячи часов только в одну финал. Дум Трупперс. Времени нету все тренить. Я бы прошел, конечно, но транзит тоже надо с игрой познакомиться. Да. Есть много игр, ребят, в которых, допустим, вор хорошо шарит, а я вообще не играл. Ой, я что-то рано выстрелил. Ладошку. Есть, наоборот, игры, которые я хорошо знаю. Вор еще ни разу в них не играл. Ой-ой-ой. Да, музыка здесь уже такая серьезная идет. А вот, вот где этот дворник, который арену убирает? На этой арене какие-то камни расспросаны. Ой-ой-ой. В 14-ую, а, ну да, ты это прочитал. Нифига кин Слэйер. В 14-ую. Масадик, до двух девочек понравилось, значит, все. Я буду игры выбирать. Договорились. Вор тащит. Да, Васек. Сейчас вся ответственность на нем. За Электрой Рэнс бы жалко на эмуляторы реализации, я не знаю. Там две сети соединились. Спасибо негативно, что не напрягаешь. Вообще, ребята, спасибо, что спокойно воспринимаете то, что мы не все еще сыграли. Сами понимаете, нельзя взять просто и пройти за один стрим, там, все реквесты. Но постепенно разбираемся. Самим интересно изучать игры, которые в кооперативы играются. Что-то слабо бежит, кстати, вот этот у них игрок. Пятнадцатая часть полный шлаг, хаосин. Выскользался, не понравилось. Вор шарит, игра про двух девочек была норм. Какая эфэ в фаворе? Я не знаю, Игорь. Не хочу холева разводить. Могу только за себя сказать, что больше всего седьмая часть нравится. Седьмая финалка прям в душу впала. Я ее проходил взахлеб просто. Наиграл чуть ли не сто часов, пока все мини-квесты не сделал. Секретных боссов всех не победил. В мини-игры не поиграл все. Седьмая. На втором месте девятое. Ну, это опять же мой личный приоритет, я вам рассказываю. Седьмая часть номер один, сто процентов. На втором месте девятая финалка. Сказочная атмосфера, тоже потрясающая финалка, девятая часть. Кто не играл, кто не знаком с серией, даже могу порекомендовать начать с девятой части. Ох, как вовремя ты сейчас его тормознул. Понравилась восьмая. Ну, восьмая терпимо от Каоси. Мне восьмая, в принципе... От восьмой я тоже доволен остался. Кинслейер свой топ написал. Первая, шестая, вторая, седьмая, третья, двенадцатая. Вот двенадцатая у меня тоже третье место, Кинслейер. В двенадцатую часть тоже заигрывался. Я не знаю, но мне так... Тоже так понравилась двенадцатая часть. Из-за того, что там контента больше, я в нее наиграл больше, чем в седьмую часть. Опасненько. Лучше FF1 ничего не придумано. Когда-то стала революционной для Squaresoft. Когда-то Final Fantasy стала революционной прорывом для этой фирмы. Все, кто хотел поиграть, думаю, поиграли. Остальные прошли мимо. Да нет, Серж, нет. У меня до сих пор есть ребята, которые интересуются реально там. С какой части посоветуешь начать. Потом делятся впечатлениями, когда играют. На последней секунде в финансе. Да-да-да. Рефери-девка только в матче против девок. Тут по всему чемпионату рефери-девка. У меня такое чувство, что от выбора костюма зависит, кто будет рефери. Не знаю, что-то такое... Такое мнение. 3-1 какой-то скромный счет. Я не стараюсь особо. В принципе, да. Главное, что ведем. Финалки на PS1, на PS2 топ. На Super Nintendo тоже, Серж. На Super Nintendo тоже топ финалки. Порты на Game Boy Advance. На Game Boy Advance вообще отличные порты вышли. Первая, вторая, третья. Как он нифига себе. Кстати, шестую часть... Как сквозь камешек пролетело. Камень, ты чего меня не спас? Худшая, вторая. Начал с третьей части. Даже скат играл. Мне вообще не зашли, не мое. Ну, всяко бывает, Костя, всяко бывает. 5, 8, 9, 10, 15. Все люблю одинаково. Понятно. Именно, что они на ней поднялись. Да, когда-то... Они игру так и назвали, последняя фантазия. Фирма SquareSoft была на грани банкротства. Собрали силы на последнюю игру. Она внезапно совершила прорыв. После этого Final Fantasy стала культовой игрой для всей студии. Если бы не Final Fantasy, мы бы не увидели Chrono Trigger, Chrono Cross, Legend of Mana, Secret of Mana. Адмир Джи РПГ. Ну да. Вагран Стори, Ксеногирс, Паразит Ив, три части. Короче, история уникальные случаи, знают. Ой, как вовремя, отлично. Ремейк седьмой еще везут, спустя полмесяца. Печально, Серж, печально. Поздновато выставил, кстати. Меня уже пробило. Спин-офф и никто не мониторил? Я сбился со счета, Кеймыч. Я начинал какой-то спин-офф, что-то запутался там, нифига не понял. Вот спин-офф и для меня мутная тема у Финала. Тактикс играл шикарно. Тактикс мне что-то немножко... Тактикс я что-то плохо разобрался и больше к ней не возвращался. Но у меня есть друг, который кумарит по Тактиксу. Он всех персов раскачивает на максимум. Все приемы, бои проходят без потерь. Фига он суетится, да? Он хочет запить? Да. Ну какой? Плохо раскидал. Ну конечно уж спать-то хочет заполнить. Самая лучшая 24-ая выйдет в 2037-ом. Извиняюсь за спойлер. Ничего страшного, Дима. Такие спойлеры, в принципе, не страшны. Так что Серж про Тактикс могу сказать, что... Начинал, не разобрался и пока оставил это дело. Как раз из тех, мимо кого прошла. Сейчас начал в первую часть очень атмосферную. Седьмая, да, легендарная. Седьмая была прорывом в... Ну хоть что-то поймал наконец-то. Хоть какой-то супер взял. Первым костюмом. Ну-ка, а он? Вот так. Он уже слабенький. Отлично. 6-3. Когда в мусорку падает один игрок в трусах. Да? Я не замечал, Дима. Не замечал. Хронокросс нравилось, сам проходил. А бабы как? Они же не могут в трусах приходить. Кстати, надо пересмотреть этот момент будет. Эх. Супер чё-то один к трём примерно получается. Тактикс проходил только ГБА-версию. Она тоже, по-моему, как ремейк была сделана. Эх. Интересно, если прыгнул, заскочил его. Или он успел. Да что, нифига себе он. Ой-ой-ой. Просто игрока тащит по полю. Ну, массивнее. Спей это или нет? У нас время много. У нас уже за полночь успел. 7-4. Ну, нормально счёт, терпимо. Тут уже... А, дворник до сих пор. Да, здесь ещё дворник. Здесь пока дворник. Седьмая часть легендарная, Жек. Седьмая часть реально прорыв совершила в JRPG жанре. Ну, ночь всегда так стримов, чтобы вы там в Москве успевали нормально посмотреть. У нас первый час ночи, ребят. Одна минута первого. Мы же сибиряки. У нас 4 часа разница. Нифига какой он пропустил. Ну, дура. Прикольно. Так такое все могут пропустить, кстати. Даже последний команду может. Shining Force нет, Аркаш, не играл. Я во вторую часть играл классно. А их две же было на сеге. Смотря на какой сеге. Ну, это должен был Кеймич написать. Ну, я же должен что-то раньше Кеймич, надо сказать. Ну, да. На Мегадрайве две. Ну, что, на Мастер Систем тоже Shining Force было? На Game Gear есть. Нифига себе. Несколько частей. Я знаю, что Фэнтези Стар есть на Мастер Систем. Крутая игра. Тебе понравилась вторая часть? Да. На Сатурне еще есть. Врата с шайбой здороваются. Сейчас, да, на ней. Кеймич не дремлет. Сатурн еще. Да, есть Сатурн. Есть слух, что в Агран Стори 2 могут сделать только без Эшли. А что там, Смирлоус будет, что ли? Интересно. Смотри, куда он улучшает в угол, куда-то закинул. Я знаю, что здесь нет угла, фактически. Классный пас. А откуда слухи, Серж? Я что-то не слышал про такое. Вместо Эшли другой агент, что ли, будет? Другой риск-брейкер? Вообще интересно будет. Beyond Oasis приквел на Сатурне. Если не путаю название. Есть, есть кеймич такая. Есть. Советую, да, Аркаш? Shining Force. Блин, ребята, где бы время на все найти? Ах ты, сволочь, продавил меня. Продавил, да. Козел. Но он у них такой агрессивный друг. Да, я попробую еще всю шкалу вынести. Сейчас кто-нибудь вынесется. В Никетсу футбол есть, играть будете? Да, когда-нибудь, не сегодня. Один футбол проходили, Лео. Первый футбол на Фомикоме проходили. Хотя вон еще и есть, кстати, на Мега Драйве ремейк. На PC Engine. Короче, Никетсу очень богатая серия. Очень. Так что, все по времени, ребят, все по возможности. Там говорили с человеком. Я с камушками играть начал. Нет, да нет, он 100%. Даже не ловит. Поиграешь, не пожалеешь. Хорошо, Аркаш, понял. Там говорили с человеком, точно не знаю, кто он. Кто-то из разработчиков старой игры. Он намекнул про вторую часть. Есть в ВК. В ВК есть переписка на английском. Фига себе. Что, он в В5 забыл, интересно. Я может кто-то скинул. Ты так ему время тянешь? Ну а что? Пустой, кстати. Пусть он дает. Да, еще свет, если выключить левого, вообще будет ностальгия конкретная. Какую-нибудь лампу включить сбоку. У меня, к сожалению, никаких ламп нет. Все, покупай. Прожекторы там какие-нибудь. Пять минут первого. Заруба в хоккее. За полночь. Полуночный хоккей без правил. Ну отсюда залетает. Ну я там выпендрился, могло от меня к кому-нибудь отскочить. Группа по Вагранд Стори. Ну я вообще в Вагранд Стори никогда не играл. Это на PS1, насколько я знаю. Шаннин Форс поиграл на Эмуле. О, ничего. Что это там с ней творится? Нифига ее попасть. Баба блющет, смотрите. Что-то, видать, не то. Сожрала в столовой. Кошмар. Я вообще на PS1 не играл. Бабу штырит, смотрите. Первый раз такое вижу. Постоянно мы игры ломаем. У кого какое сейчас время. Лео 20.05. 6.56.2 начинается с Америки. 20.05. 21.05. О, сейчас, кстати, самая жесть начнется. Против русских будем играть сейчас. Носки дырявые. Что-то, правда, где-то старт. Вроде японец, а носки дырявые. О, Мемори, здорово. Давненько тебя не видели. Последний раз я тебя видел, когда ты в ВК заходил. На мою трансляцию. Еще на НСТ, когда стримил. Я помню Мемори про твой реквест. Про Rainbow Islands. Кроме тебя даже еще кто-то просил. Григорий, по-моему. Ну да, эксклюзив. О, слабо. Это, наверное, слишком жестко против четвертой команды. Что поделать? Ух! Первый супер. Там даже Мемори не помнит никто на правильный квест. Ну, все, по идее, это японские команды, но в российской локализации это сделали как русская команда. Ну, они красные. Наверное, потому что ушастые. Может, все-таки русские студенты против них? Да нет, это все японцы. Надо забивать. Вот сейчас надо забивать. Ну, надо, сейчас он забьет. Да ладно. Это сейф матча просто. Оп! Недряло, он классно. Как там сванцы можно вообще рассмотреть? Что в Мемори, как у вас там? Обстановка на НСТ. Ромари услышал... Ой, блин. Ромари услышал, мутит. Хоккей два на два. Вроде не очень пока дела идут. Там шесть команд зарегалось. Еще четыре свободных агента. Шесть нормальных еще. Как вот сейчас он поймал? Ты должен был вертушкой здесь бить. Нормально заспамили кучу командных турниров. Хорошо, что движуха продолжается. РГД дропнул уже в Элиболта. Супер спайковый болт? Да. Блин, движуха такая. Ой, еще и попал. Ой, еще и Формулу-1 собирается проводить одновременно с Эке. Куль дурак, куль дурак. Что-то у Ромари у планов кошмар. У меня у самого сейчас 22.07. Вот видите, ребят, чтобы комфортнее вам было смотреть. Так, по-моему, он уже шкалу вынес. Ага. Ну, а по Супер Алекса, когда ударился. Ой, отлично. Ну, успел, да. 3-0. Неплохо пока. Дуримарио, короче. Ромарио нифига не меняется. Как был, так и остается. По-любому там свои эти политлозунги. Ах, не ускорился. Ко мне кругло. О. Вот эти тоже крутые, да, Саря? Супер, в основном, классно будет всегда. Если в Мэмори покопаешься в старых записях НСТ, мои стримы там должны были остаться. Там ты писал со своего ВК, со своей страницы про Rainbow Islands. У меня до сих пор это в памяти осталось. Ой-ой-ой. Корпусом встретил. Да меня еще так долго переключают. О-хо-хо. Два супера взял подряд. Это какое-то чудо. Ёй. Здравствуйте. На ромхаке пацаны играют в PvP-хак Дюны. На ромхаке, где 100% там, там, в ромхаке вот это, играют только в хаке. Ну, где Липец, короче. Понятно. Дырявый исландцев. Ой. Даже супер идеально ловит, а такой может. Шайба, вертолет два, вторая часть. Шесть, пять. Не дай забить. Ах ты, ну, ха! Я не давал. Блин, ну я думал, он супер будет делать. Вот гад. Ну, хитрые какие все-таки русские. Это вы, здравствуйте. Да. Ребята, три команды осталось. Осталось три команды до заветного кубка. До заветного кубка. О, нифига запомнил. Это вообще криво, да. Никого не удаляют, потому что драк мало. Стало мало драк. Сиграют такие. Русские серьезная команда. Им... Им не до драк. Им главное шайбы забивать. Блин, они красные вообще, конечно. Да что ты вообще хитрый. Так, ладно. Надо понять, что он иногда такие запускает подные. Блин, я же вздрогнул, как с пистолета выстрелил просто. Ой. Пошел в настоящий хоккей. Уже не до удалений. Ну, не до драк, в общем. Не лови! Блин. Не долетел. Да. Сейчас кто-нибудь из них возьмет. Ой, драк. Наш, по-моему, налетел там. Да. Отлично встретил. Давай вертолет. Есть. Чуть-чуть от него лоська пэшечка. У них на воротах, кстати, такой тоже маньячина какой-то стоит. Нифига он приходовал. Отлично. Отлично, очень вовремя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас, возможно, это удаление начнется. Сейчас у них кто-нибудь злой проснется. Хотя нет, нормально пока. Классная камера. Я позвоню с злой. Отлично. Пошел махач. Сунди-купные золотые монеты Чокоба. Масада прикольный. Не, я ничего не покупал. Хотя, кстати, у хозяина канала приоритет на бесконечные монеты. Кому интересно. То есть, я могу экспериментировать, хоть тысячу себе там реквестов сделать. Сам себе секретный подарок. Могу замутить штук 20. И еще бесконечность останется. Короче, у хозяина канала баллы бесконечные. У меня просто неограниченные возможности. Филимонов же вроде в футболе бывает, в хоккей. Да, Филимонов. Матч был против сборной Украины. Тогда Шевченко легендарный гол забил. Филимонов не смог поймать мяч в руки. И от него залетел в оборот. Да, это хреновый гол. Украина тогда сравняла счет. Мы сыграли 1-1. Дома они 2-1 выиграли и прошли дальше. Это до сих пор правда. Нет, они в стыках вылетели. Они только в стык попали и в стыки вылетели. У них так же вратарь хреново там отбил, считай. То есть, так же из-за вратаря они прошли дальше. Задержались на этой команде. Мы постараемся не задерживаться. Следующий матч уже полуфинал. Имбовый гол какой-то. Вроде супер мощный ловят, да? Такой, с таким не справляемся. У тебя пустая шкала, кстати. Так. А что она так летит? Это мимо. Смотри, как она так летела? Как супер как будто. Нет. Офигеть. Офигеть. О! Ну-ка, где тут трусы? Мне что-то захотелось четвертую команду пересмотреть. Что-то да, надо на бабу посмотреть. Странно, что тебя сейчас не удалили. Потом надо будет посмотреть на бабу. Нет! А, я его сбил, но все равно пробили. На последней секунде, блин. Сейчас еще три накину. Да. Лео наблюдательный. Про это занятие. Я вообще раньше не смотрел, что они в трусах падают. Вот, смотрите, уже серьезные соревнования на машине дворника. Наконец-то посадили. Причем технос подписан. И звезда вот эта популярная. Блин, дворник повысился. Повысился в квалификации. Он просто за золотые монеты, чё, копы, купил себе драндуле. Да, там тоже трусы. А судья, кстати, профессиональный стал, начиная с этого матча. Судья какой-то профессиональный мужик был. Просто сказал, маньячина в Рабе стоит. Единственный, кто похож на маньячина, сходится. Там у Спартака, ой, это паз был. У Спартака же какой-то это был, вратарь, капитан. Не забыл, кто он. Капитан, вратарь. Ух, четко взял. Рокретрос, здорово. Капитан команды. Рокретрос, ты подошел на самые жесткие матчи. Уже четверть финала идет. Третий период. А я судью не разглядел. Ну, понятно, Лео, там многие смотрели на другое. Там тоже трусы и черный, типа топ или лиф. Ну, так вот, понял, что там четвертая команда. Блин. Я еще больше захотел посмотреть. Да, Рокретрос, отлично. Там уж тоже трусы семейные. Так что не обольщайте. Как он долго руку держит и все равно улыбит. Пьерлуиджи Калино был такой судья, да, Кенслэр? Жесткий арбитр был. О, здравствуйте. Может, залетит? Лишь бы не в меня полетело. Все, замечательно. Можно как-нибудь выпендриться. Ускользь все ворота и просто прыгни. Нет, слишком просто. А это слишком мудрено. Нет, я сделаю это. Это же не дворник, это уже водитель. Эх, штанга. Ну, этот супер не сделает. У него пустая шкала. Сам себя ворота забил. Еще бы за это кол засчитывали, а то что-то неинтересно. До свидания. О, там в шайбу воткнулось просто. И он, смотри, забаговался. Иди ему, вломи. Че смотришь, а? Ребята, смотрите, что творится. Врежем. На. На. Изнасилование. Стоим, кинслейер. Стоим, висюки. Смотри, от шоколата неплохо так тратится. Ты его сейчас... Не берешь шайбу, поглядь. Да, блин, там просто... Просто разозлился, просто разозлился. Чувак к стеночке встал просто. Может, ему отлить надо? Да помояль не шаю ему там. О, от шайбы избавился. Ну. Хотел пописать человека. Да в шоку вашу шайбу такой. Докопался ему на бортовой даче. Это с русскими, елки-палки. И не культурные. Хотели прям на льду нужду исправить. Думали, никто не заметил. Шайбу выкинули даже. Ой, капец. Чего они там вдвоем встали? Я не понял. Ладно, Саре, не буду перематывать. Убедила. Не буду смотреть. Сдает по щам. Ну, что-то русские дезмораль словили уже. 10-4. Конец третьего периода. Пьер Луиджи Калина Суров. Первую брачную ночь показал жене желтую карточку. За симуляцией, да-да. Удаление в брачную ночь это страшная вещь. Лишь бы замены не было там. Да. По-моему, даже с Линкольном потяжелее матч выдался. Они даже 5, по-моему, отгрузили. Еще один игрок. Поставь, кстати, Джеффа мне на ворота. Видите, пароль 65-62 так и остается. Почему-то перестают писать после четвертьфинала пароли. Хотя, они на самом деле есть. Можно и на полуфинал набрать пароль, и на финал сразу попасть. Не помню точно, но такие пароли есть. Что, полуфинал против американцев, ребята? Два матча осталось до заветного кубка. Его да, поставите. Да, не-не, это Джон. Это Фред, вот Джефф оставь. Посмотрим, что получится. Америкосы, лютая команда, носятся как сумасшедшие. Но они подраться любят. Я тоже люблю подраться. Канада будет в финале, Кинслэм. Канада будет в финале. Ой, отлично. Люди, когда так пролетают. Сквейреник смогут засудить тех. Выкладывали концовку ремейка. Нет, Костя не слышал. А я особо за ремейком стараюсь не следить. Чтобы не спойлерить себе. Вот это все. Ой, замечательно. Вообще уничтожаешь. Там Жюль первым стоит. Правда, почему-то Брюнет. Ой, отлично. Виндосов-то надо разваливать. Я из-за японцев играю. Припомним. Пёрл-Харбор. Тоже никакие видосы не смотрю. Да нифига он меня прямо толкнул. Куй наглый. О, я злого еще откину. Еще одного откину. Кстати, он злой перестал быть, когда я его побил. Что за цвет-то? Ну, такой цвет же. Какой цвет у него. Кстати, музыка вообще классная. Моя любимая музыка в этой игре. Ой, как плохо. Стой на месте, не дергайся. Я только руку выставил. Ну, надо было не дергаться. Руку-то не надо выставать. Он же по низу летит. Ай-яй-яй, мог забить сейчас. Сейчас странно, что не удалили. Блин, полуфинал. Смотрите, как несется их, капитан. Я отвлекся, он этот меня бить мог нападающий. Что-то им понравилось так забивать. Русские тоже парочку таких мне забили. Ой-ой-ой. У них модный тип на воротах стоит, кстати. Прикольная аватарка у него. Он это за кадром был. Я вообще ничего не понял. Видите, рефери какой стал, видите? Мне кажется, эту музыку все знают. О, а что-то ты пустой, кстати. Ну, мне уже отбили все, что можно было. Ой-ой-ой, вот это встретили. Ой-ой-ой-ой. Вообще в разнос пошел. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот американцы-то подраться любят. Ой-ой-ой. Да где мне кто еще придет? Да, Лео, вот такой рефери сейчас. Такая. Ой-ой. Тем временем почти два часа турнир идет. Офигеть. У нас просто форма слабая, поэтому быстро отлетает все. А, кстати, я уже забыл про этот момент. О! Я вообще куда-то за полем вырулился. Суета на месте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой. Я в жопу просто. Спокойно. Ты видел, как он сейчас ударил? Давай, ну пока меня тут не ударили самого. У Сэма тоже пустая шкала уже. У них у всех пустая. Как-то хитро сейчас противник ударил, кстати. Что-то два раза от борта в меня полетело в угол. Его, по-моему, Люк зовут, кстати. Который сейчас бил мне. Ой-ой-ой. Да она не залетела, по-моему. Не кинслейер, не всех. Частично помню. Ну, какой хитрость придет. Да у меня защиту не ворачивается. Можешь устали. 10 секунд до конца периода. Что-то все пустые какие-то. Да они еще в первую минуту все пустые были. Очень мало кого помню кинслейер по именам. Очень мало. Какие-то запомнились, какие-то нет. Да-да-да, мне до сих пор жив. Сыграю с Америкой против Америки. Мне, музыка классная, конечно. Да. О-о-о-о-о! Вот это я их раскидал. Блин, только этот опять поднялся. Да никого это... Да нормально, хоть там запнется. Запнется об шайбл. Второй. О-о-о! По-моему, ему хотя не понятно. Ой-ой-ой. Не может протаранить. Жаль тут как... Я не могу протаранить. Да не возьмете вы меня сейчас такими ударами, ребята. Я уже навострился. Мне с русскими хватило на... О, все-таки у вас. Вот ссорю видишь. Так что не зря запустил. Вот сволочь, они встают. Встают аккуратно, чтобы меня бить. А я их не могу дотянуться. Так, шайба-вертолет, часть третья. Ай-яй-яй. Да, вратарь помог, конечно. А тут какая погода, Кинслейер? Идет же в закрытом помещении. Матчи идут в закрытом помещении. Поэтому логично, что погоды нет никакой. В первом футболе, кстати, погоды тоже не было. Но зато там есть разные поля. Ледяное поле там, каменное, бетонное, что-то такое. Песочное. О-о-о, отлично взял. Люблю, когда так... У них вроде один остался без энергии. Ага. Люблю, когда шайбу смачно получается подбирать. Ой-ой-ой, близко, близко сблизился. Так, рефери, куда смотришь, рефери? Смотри, какой беспредел творится. Отлично. Подбился. Шайба-вертолет, часть четвертая. Ну, тебе бы вону к вальду на пути. Уже серьезные матчи пошли, Кинслейр. Уже конкретно арены... Арены просто шедевр, конечно. Техно с джапом. Звезды какие-то изображены. Наконец. О-о-о. Атака игрока, не владеющего шайбой. Циркуляция вентиляторов очень высокая. Можно любые погодные условия воспроизвести. Рекид, рекид. Да, он без суперов. Но от меня шайбы все равно мощно отскакивает. Шайба-вертолет минус противники. А я уже тоже, кстати, да, какое-то хп снимаю? Ну... Когда под вертолет попадаю. Ой, отлично. Да что ты, гад. Он все вот. Да. Так, пустой бежит. Ну, пытался сделать, да. Все, того я сбил тоже. И всех на этот вертолет проперут. Доставайте меня из-под стола. Ну, такой супер в нашей команде только у Сэма есть. Только Сэм может запускать вертолет. Как-то он слабо сейчас выстрелил. А, видать, что у него шкала пустая. Да что ты прицепился ко мне? Да успокойся. Да они слабенькие, лопа. Да хрен тебе. Все, наконец-то отбился. Нифига они на меня насели. Тебе там припечатали вещи. Нет, даже не смотрел. 5-1. 5-1. И опять машина техно съедет. Суперы разные сделать. Разнообразнее. Да я бы, я не знаю, Жень, не знаю. Вообще суперы разнообразные у команды. И вражеские команды, против которых мы играем, у них тоже разнообразие такое приличное. У нас, например, у каждого игрока свой супер. Вот у америкосов тоже разные суперы, кстати. Люк запускает шайбу, которая над воротами взмывает, потом падает. У капитана их не команды, роб, у роба. Шайба бьется об борты несколько раз, потом ворота летит. 3 раза. Да. А вот второй у них реже всех суперы делают. Ну, по-моему, такая же, как у капитана. Ой-ой-ой-ой. Не, музыка, конечно, вообще шедевр. Да я не могу через него пройти даже. Слишком жирный. Ой-ой-ой. Отлично, четко взял. Ой, вообще грамотный пас сейчас. Не долетит. Да, долековато. Ладно, кто-нибудь поборется. Где-то в районе белой линии надо делать это все. Ой-ой-ой. Это слишком близко. Удаление. Алло, судья. Ультимативная способность. Тут у каждого супера свои какие-то преимущества. Какой-то супер долго летит. То есть можно за это время побить противника, да, там, допустим. Есть на сеге мутант лига хоккей, почти не кетцов хоккей. Мне регби попадалось, мутант лиг футбол. Мне не попадалось, да, про хоккей. Но так как регби я слабо знаю в плане правил, особо не заморачивался. Вообще, да, кстати, мутанты хоккей были. Мутанты хоккей, надо посмотреть это тоже. Вроде весело играется. Там, по-моему, даже можно взрывать противников, если не ошибаюсь. У меня на телефоне был от Криштиана Роналд там, с нострами гился футбол. Все, опустошили шкалу. Это третий период, да? Реверси, здорово. На ход тебе выкину шагу. Я больше вертолет не увидел. Здорово, реверси. Да, вот что-то у них мания какая-то, лишь бы по жопе ударить. И такое чувство, что их чаще удаляют, когда они возле своих ворот лупят кого-нибудь. Такое чувство возникло. Полуфинальный матч, ребята. Последний период. Останется только... Впереди только канадцы. Самая жесткая сборная. Играем дефолтным первым костюмом. О-о-о! Чуть не проскочило, чуть-чуть не просочилось. Ой. Они караулят вообще дико. Они еще же сшибать могут? Да. Из ниоткуда появляются. В штрафной зоне, да? Что за фишка с костюмами? Мы можем костюмы победителя одевать. Ну, кого выиграли, можем у них костюмы забрать и быть в костюмах. Там в юбках можем с бейсбольными битами в руках. В общем, Лево попросил проходить только первым костюмом. Мы решили так и сделать. Вторая команда была самураи. Когда прошли самураев, их костюм стал доступен. И вот так постепенно с каждой командой, которую мы проходили, появлялся новый костюм. Самый последний костюм, который можно взять, это русский. В костюме русских вообще, кстати, классно смотрятся они. Ты берешь реквест на ачивки? Реквест игры на ачивки, пока не затренишь, не возьмешься. Смотря какая игра, еще есть такие, где даже мастер ни у кого нет. А как затренивать у Жека? Смысл ачивок потеряется. Если я буду тренить на ачивки, они же будут открываться. И получится мне потом, надо будет их обратно закрывать, что ли? Если мне реквестят игру на ачивки, я с нуля ее начинаю и дальше видно будет. Либо до мастера довожу, либо оставляю до каких-то времен. Вот опять 65-62 написали пароль на четвертьфинал. Ну что, ребята, финальный матч против канадцев. Ну, мне кажется, это все японские школы на самом деле. Да, подражатели. Вообще все побиты уже, с костылями, с палками. Аптечка стоит, кстати, сумочка. Аптечка нас вообще красиво делали, конечно. Шайбу шайбой. Кстати, с такими скинами интересно было бы посмотреть. Так что, Жека, никаких тренировок. Я игры на ачивки буду с нуля играть. Запускаю стрим. Включаю эмулятор с ачивками. Солнышки и зонты внизу. Это показывают, Саре, какой характер был у матча. Облака это спокойный характер. Солнце это типа жара. Чем больше солнышек, тем больше оценка матча прошла как, ну, достаточно такой агрессивный. Зонтик нечто среднее. Вроде как и, вроде как агрессия была, но в то же время и, короче, там сложная система такая. Ой, отлично, отлично. Вертолет спасает. Ассенал подкатили в шлемах, да, наверное, первый у них был в шлемах. У каждого костюма кинслейер, у каждого костюма есть две характеристики. Атака и защита. У русских лучшее нападение. Там что-то 45, что ли. У школы Линкольна лучшая защита. Под 80, по-моему. Ой, как вовремя. Ой, как вовремя. Да нет, это неинтересно. Тем более, некоторые ачивки можно вообще 6 лет выбивать. Да, Жек, я буду играть ачивки с нуля. То есть, ты можешь с Atari что-нибудь 2600 заказать? Ну, вообще там... Блин, как-то проскочило. По-моему, я консоли указывал, на какие можно. Эх. Ну, Atari я не знаю. Не в обиду Диманчику, но что-то мастери тигры с Atari как-то. Ой-ой-ой-ой. Просто уничтожило. Канадцы любят делать суперы. Большинство суперов тяжело берется. Ой, и близко. Ой, как плохо. Ой, как здорово. Что за супер-рикошет? Вот такой супер-лев. Сейчас, как на столбик. Только бы назад не поедали. Вот один. Смотри, к тебе, чтобы не сгорел. Вот второй. Причем, чуть не залетела шальба. Ну, он красавчик, конечно. Нифига там. Еще минуту играть. Нормально. Профессионалы подкатили, да? Чего они все валяются тут все равно? О! О, Кенслэйр, ты еще у капитана их не команды супер не видел. Там вообще шикарный супер. Летит технос-звезда. Всех собирает в мясорубку. И в момент влета в ворота раскидывает. В общем, красивый супер у их капитана. Каплю на Resident Evil, аху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Хорошая игра. Ага, да я ачивки видел. Реквест в ворота получен. Ребята, не пугайте меня, пожалуйста, раньше вы ее. На ачивки же, как тебе сказать. На ачивки ты замучишься играть. Зорт вторых акробатов, по-моему, реквестный. Кого, первый резидент на ачивки? да как есть буду выбивать потихоньку так же как и с контрой разбираться постепенно я главный мир иллюзий с микки мауса перемастер геморные ачивки там есть новые уже три зорг я не знаю как ты так баллы копишь поздравляю тебя с еще одним first run request возможно даже три подряд кто подряд приходит на стрим тетрадок 400 сравнил игру на 10 минут и резидент его да ну кинслейер контр это не на 10 минут играли на 10 особенно тру концовка контр реквестили не джека в кооперативе реквестили сеговскую контру причем два человека отписались в теме конкретно мне контру никто не реквестили на одного вот ребята был супер капитана вы видели какая мясорубка летела и фига он тебя встретил сразу отдавать не сразу встречать моментально да он просто через меня как-то посочился также матч с соперниками сокольями головами это что за соперники кости не понял сейчас тебя куча мало соперники с акульями головами про хоккей какой-то не очень впечатлило те две поэпичнее были а мне наоборот кинслей вот это больше понравилось когда летела шайба с какими-то типа лезвиями крутила фарш игроков и прямо перед воротами их выкинула ой красота вот это супер шайбы и фиксель да залетел там шайб не касаясь ворот сейчас заскочил они в них таких так забьешь они там не могут ой-ой-ой классно классно встретил на третий период кстати мне очкарика поставь пожалуйста едет-едет смолочь без ваще и намотали на меня тут 5-3 кстати да напомню перкин скат и масса да не далеко не разбегайтесь ребята последний матч после после завершения турнира два три летит вариантов после завершения турнира разыграем подарочные игры в steam за потраченные баллы че вообще как турбошайба блин о прикольно твой игрок уже злым перестал быть да когда уже замотнулся у меня такое чувство они только суперами бьют ой-ой-ой что-то взял ой-ой-ой-ой блин опять мясорубка пошла нифига он там возле своих ворот наворачивает ой-ой-ой-ой фу сердечко смотрел мы уже к тебе подъехали ждут от тебя пасов да так это был кунио еееееееееееееееееееееееее вот это камбэция блин сложный супер сейчас схватил как то он летел ужас ну тут все самонаводящие есть Да, Лео, в любом случае, как бы Супер не полетел, его финальный маневр будет в мои ворота. Аккуратненько. Иди сюда, канадец, иди сюда, я тебя встречу. Встречу как родного. Эх. Смотрел стрим у Бена, был такой секретный матч. Это только в хаке, Костя. С какими-то там акулами это только в хаке. Да, тут такого точно нет. В оригинальной игре на Famicom, в оригинальном хоккее, канадцы последняя команда. Никаких скрытых нет здесь, это уже давно выяснено и проверено. Так, это второй? Не успеет, да. 7-4 после второго периода. Не забудь сейчас очкарю поставить. Ну, только не того, который сейчас ехал, а он и был, все замечательно. Ты, кстати, по дефолту выстрелил всех. Ну, пусть играем, да. Все пока, ну, кто эту победу заслуживает? Раз, два, три, туда летит. Сбило. Тяжело, тяжело тут суперы ловить, вот правда. Если в футболе еще можно ловить суперы, ну, то есть на 100%, если ты правильно нажмешь кнопки, в гол-3 можно ловить суперы. В хоккее такое не проканает. Блин, прям перед лицом пойму. Да, мог бы завестись и в ворота. Мясорубка. Ой-ой-ой. Руба мяска. Ой-ой-ой. Жизнь. Да мне переключает не на того вещь, на кого надо. Вообще уничтожают. 7-6 интрига. Финальный матч, финальный период. Видишь, я даже тебе сразу отдаю, они все равно однятся жестко. Сейчас они успокоятся. Это берется, Лео. Это все берется. Только непонятно. О, есть, опустошил одному, отлично, уже попроще. А, как он не заскочил. Ой-ой-ой. Мне нравится, как они подпрыгивают после своего удара. Я тоже так могу делать, если пропущу. Ты забурелся. Забурелся. Это пустой. Да. Ага, фиг тебе. Фиг тебе, сволочь. Ой, нифига вам злиться. У Алекса уникальный супер. Бывает, что, когда противники об него ударяются, шкала здоровья становится нулевой. Ты. Первый раз не супером ударили, по-моему. Блин, вообще настигают, вообще настигают. Давай, вор. Последний период, полторы минуты. Ой, иди. Модный, кстати, у них воротчик. В каких-то очках с белыми линзами. Наверное, сбили. Не понадобился. 9-6. 9-6. Больше канадцев не пробили в раму. Да, куни уже пустой тоже. Ой, отлично. Люблю, когда такие простенькие залетают. Без подкидываний, без каких-то там выкрутасов. Просто в 9-ти не пробил и все. Ой-ой-ой, вообще просто там размотали. Раз, два. Да из всех моих хочу хоккеистов. Просто поездом всех. 10-7. Сколько играть осталось? Минуту еще, блин, долго. Пустой. Да. Возьму. Формали интригу? Чем, пакетство? Что у игрока пустая шкала стала? Интрига еще жива. Да, прикольный хоккей. Ну, один из лучших, мне кажется. На восьми битве уж точно. Надо хабрить за вас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он подкинул шайбу и пошел разбираться с тобой. Он дура. Крутой чувак. Спокойно. Я тоже так умею. Ладно, это вроде не страшно. Все пустые, походу. 10 секунд до победы. Четко взял. Эх. Они могут загнать, кстати, как. Оп. Да брось, Лео. Не вгоняй в краску. Обычные ребята из Сибири. Все. Говешечки. Максон первый. Максон прям как подгадывал. Да. Лучше подгадывать, чем подгадить. Все, ребята. Чуть больше двух часов ушло. Пока самая длинная игра, за которую брались. Официально. Вот он этот красивейший кубок. Красивейший кубок. А откуда вся толпа? Кто эти все люди вообще? Да. И знаете, фотка такая. Такая в этом. Типа уже старенькая фотка. Уже краски выцвели. Здорово, Мега Турикант. Ты вовремя. Привет, Мега Турикант. Блин, вообще. Лорд здоров. Блин, ребята, вы сегодня допоздна работали. Болельщики. Болельщики. И типа журнал, фотоальбом с отчетом о турнире. Как все начиналось. Как Куню тренировался в зале у себя в школе. А Алекс грустный постоянно. Волейбольные мячи и баскетбольная корзина. Собачки тут утешают Алекса. Всегда, да. Разные моменты из матча. Откуда четыре хоккеиста взялось? Три на поле всего лишь. Ну, один не ту форму надел, наверное. Засчитали. Так, что, 33-я игра получается. 33-я игра, ребята. Никетсу хоккей. Больше двух часов ушло на чемпионат. Но зато заветный кубок получили. Алекс снова обрел веру в себя после провального первого матча. Тут в форме русских нас, кстати, показывают. Прикольная форма. Ну и победный... Победный можно уже и в трусах побегать. Причем на льду, прям в ботинках. Да, а что бы нет. Победили. И как обычно, технос. Технос Japan Corporation. Вот такой турнир, ребята. Больше двух часов занимает. Конечно, два часа бегать по льду. Даже, по-моему, пиратов темной воды на SNES мы побыстрее прошли. За час 58, что ли. За час 48. Все, это финальная заставка. Больше ничего не будет. Он даже не скипается. Спасибо, Мегатурикан. Вот это понимаю. Привет, мужики. Поздравляю, затащина. Все четко. Что еще надо, да? Боярошник. Пришел, поздоровался. Посмотрел на концовку и ушел. Нет, Лео. К сожалению, японский я не знаю. О чем очень жалею. Если, ребята, я знал японский, вы даже не представляете, какие игры я запускал на стриме. К сожалению, языковой барьер очень много игр не позволяет проходить. И под рукой у меня переводчика с японского нету. На русском уже проходилась игра. Да. Да, это последняя заставка. Те, кто выбирал подарки в Steam, не разбегайте. Сейчас будем разыгрывать.